Уже второй год в нашем городе работает Центр предоставления административных услуг. Уютное помещение, доброжелательные работники, удобный сервис, обслуживание клиентов происходит быстро, профессионально и комфортно. Наш Центр – это структурное подразделение нашего исполкома, и создан был он для предоставления различных видов административных услуг. Целью его создания было предоставление административных услуг на качественно ином уровне. Как вы уже заметили, это и просторное помещение, и приветливый персонал, и скорость предоставления наших административных услуг. Сам по себе ЦНАП – это все-таки такая сервисная служба, которая минимизирует общение клиента с чиновником. То есть все общение с чиновником берут на себя администраторы нашего Центра. Это дает плюсы. Все-таки и меньшее количество жалоб, и меньшее возможность различных злоупотреблений. Запустились мы действительно в 2017 году и с перечнем в 100 административных услуг. На данный момент мы предоставляли, на тот момент, когда мы запускались, все, что было технически возможно, самые востребованные услуги для Славутича, мы предоставляли, это и регистрация места проживания и все, что с ним связано. А связано с ним – это различные виды справок. И регистрация бизнеса, и регистрация недвижимости. Все мы это предоставляли. Но, соответственно, время требовало новых технологий, и поэтому изначально даже была поставлена первоочередная задача нашим руководствам – это запуск паспортного сервиса. Также был создан веб-портал Центра, где кроме важной информации были предоставлены и онлайн-услуги. На этом веб-портале, кроме графика работы, контактов, можно найти перечень административных услуг, все информационные карточки на каждую из 151 административной услуги, которую на данный момент оказывает наш Центр, разработана информационная карточка. И это своеобразная такая дорожная карта, по которой, прочитав ее, клиент может понять, как и в каком направлении ему двигаться. Также у нас на нашем веб-портале есть онлайн-услуга, онлайн-консультация. Вы можете задать нам вопрос, мы в онлайн-режиме вам ответим. И самое такое, конечно, что было очень востребовано у наших славучан, это онлайн-запись на оформление загранпаспорта. Места есть, никакого уже ажиотажа нет. У нас есть много очень планов. С нового года мы хотим запустить социальные услуги, то есть предоставление социальных услуг будет происходить через наш Центр. Каких социальных услуг? Это первичное оформление субсидий и все виды пособий. Все будет происходить через наш Центр. Дальше у нас есть тоже такие планы интегрировать рабочие места ЗАГСа и пенсионного фонда к нам сюда, в ЦНАП. Для чего? Для чего мы это хотим сделать? Все-таки создавался ЦНАП, вы видите большое помещение, мы хотим, чтобы наши славучане не бегали по городу, а оформляли все административные услуги в одном месте. Я всегда привожу в пример, давайте возьмем очень радостное событие, у вас родился ребенок. Что первое нужно, это зарегистрировать его рождение. Вы приходите в ЦНАП, рабочее место ЗАГСа находится в ЦНАПе, вы оформляете его место рождения. Следующее, что нужно, это зарегистрировать его место проживания. Тут же в ЦНАПе вы регистрируете его место проживания. И дальше вы тут же в ЦНАПе оформляете пособие до достижения ребенка трехлетнего возраста. То есть три услуги по одной жизненной ситуации вы получаете в одном месте. В ближайшем времени планируется предоставление еще одной долгожданной для славучан услуги – регистрации транспортных средств. Это одно из приоритетных направлений, над которым уже давно работает руководство. Мы открыли двери нашего ЦНАПа 2 июня 2017 года. За этот период мы приняли почти 25 тысяч клиентов. То есть это достаточно большое количество. Рассмотрено свыше 17 тысяч заявлений. И выдано, соответственно, 17 тысяч результатов административных услуг. Различных административных услуг. Я опять же повторюсь, самую большую долю у нас составляют это справки. Справки с регистрацией места проживания, о составе зарегистрированных лиц. Но опять же интересовалась по всем ЦНАПам Украины. У всех такая же ситуация. У Славутишского центра предоставления административных услуг много интересных, важных идей и планов, которые внедряются коллективом дружно, активно и результативно. Сейчас мы участвуем совместно с исполкомом над одним очень интересным проектом. Это предоставление онлайн-услуг для бизнеса. Создана информационно-консультационная служба, которая работает над этим. Будет работать она по принципу единого окна. Сейчас разрабатывается программный продукт, который позволит бизнесменам получать эти административные услуги быстро, удобно, с максимальной комфортностью. И если я говорила, что, например, ЦНАП, он минимизирует общение чиновника и клиента, то в этом случае не только будет минимизировано общение бизнесмена и чиновника, но и бизнесмена и работника ЦНАПа. Так как мы уже запускаем электронную послугу, хотим запустить эту электронную послугу, и все документы будут подаваться просто в электронном виде. Планируем мы в ближайшее время в тестовом режиме запустить 4 такие административные послуги, которые среди бизнесменов достаточно востребованы. Это выдача по дозволу на порушение объектов в благоустрою, это выдача дозволу на размещение зовнишней рекламы, выдача будивельного паспорта за будову земельной делянки и на дань местобудивных умов-тообмежень забудовы земельной делянки. Может быть, для большинства зрителей это ни о чем не говорит, но для представителей бизнеса они знают, что это достаточно для них востребованная услуга, и я думаю, что если у нас это получится, дальше мы планируем все услуги для бизнеса перевести в электронный вариант, то есть чтобы создать максимально удобные, комфортные условия для бизнесменов. В принципе, это не умаляет того, что мы других жителей в чем-то обделяем. У нас на сегодняшний день также на нашем веб-портале вы можете заказать в электронном виде справку о регистрации места проживания, о снятии с регистрации места проживания и о составе зарегистрированных лиц в своей квартире. То есть вы заполняете определенную форму, отсылаете ее нам, мы здесь ее просматриваем, изучаем все ваши документы, готовим вам справку, формируем ее и отсылаем вам уведомления, в какое время вам лучше прийти и иметь при себе паспорт, чтобы мы могли идентифицировать вашу личность, выдаем вам справку. Как правило, все это занимает, если вы утром подали электронную заявку, после обеда вы можете уже прийти и забрать эту справку. Мы уже пробуем себя в этих электронных услугах, поэтому вот эти услуги для бизнеса, они нам как определенный такой вызов. Там большее количество документов, которые нужно будет изучить нашему администратору. Но опять же, это услуга единого окна. Подали, пришли, забрали. То есть никакого взаимодействия бизнеса и чиновника практически на этом этапе исключается. Над этим проектом мы работаем совместно с исполкомом в рамках реализации грантового проекта Европейского Союза, план местного экономического развития, слабо утич драйвер роста свободной и открытой экономики региона. И еще одна услуга – подписание декларации населения с врачами теперь предоставляется в центре. Для оформления этой декларации вам нужно прийти к нам с оригиналом паспорта и с копией идентификационного кода. Иметь при себе обязательно нужно мобильный телефон, так как при регистрации вам на ваш номер приходит СМС-ка, которую мы вводим в систему для того, чтобы окончательно внести и подписать вашу декларацию. То есть наличие мобильного телефона, оно обязательно. И обязательно оригинал паспорта. Подробнее о всех услугах вы можете узнать, посетив официальный веб-портал центра. Тут все продумано, четко, ясно, профессионально и очень удобно. И за все это искренне хочется поблагодарить и администрацию, и коллектив, и всех, кто помогает в работе нашего центра предоставления административных услуг, так называемого СНАПа. Субтитры создавал DimaTorzok